Третьсотая, 243-я подходит. На этой карте с трехсотой можно любого стрелять. Кого увидел, того и стреляешь. Третьсотая, 243-я подходит. Блядь, что надо делать, я вас нихера не слышу. Продолжение следует... Продолжение следует... Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, так, за 60 баксов, или сколько там, 50? За 50 баксов, да. Не, ну теперь можно много заданий выполнить. Так, а чё же я хотел-то... Как сделать, чтобы не 10 было, а 30 патронов? 10 рядом с винтовкой, расстреливаешь, короче, эти 10, потом ещё 10 перетягиваешь на освободившийся слот, и всё. Короче, к винтовке только 10, и с тобой ещё 20, если ты вниз перетянешься, а потом ты их просто так же перетянешь туда, эту десятку ещё одну. Всё? Всё? Нужно? Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Продолжение следует... 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 от 620 побольше будет посмотрим куда же я попал пою стрелял сердцу к легким перца легкая а я иду за своим лосьем огромным он уходит от меня да он делся виски в в в Субтитры делал DimaTorzok Позвоночник перебил Швейный позвонок? Швейный позвонок Он теперь встает, ложится, встает, ложится, встает, ложится Все Девушка, самец Какой самец? Я в самца стрелял, а ленивый звук Самок вижу, а самца не вижу Вы сдох где-то, либо ты хреново попал Вроде в грудь Нет, трехсотая завалит по-любому Но он убежал Но он мог чуть-чуть пробежать От трехсота не уйдет далеко Во Ух ты Ой, там бегаешь, наверное, не читала Туда-сюда Нет, я не бегаю Я на корточках сейчас Я пешком хожу Ой, кошка Консоль открыла О, самка Ноль очков А, ценность Я, короче, в легкое и в кишечник попал я Брысь Я, короче, в легкое и в кишечник попал я Много я тихо пустил Я их не вижу, они убегают от меня Блик, хожу к ним Оранжевая тыква Неплохо, неплохо Да Оранжевая тыква Так, куда же ты-то? А, понял, куда? Ход тапки написал Хе-хе-хе-хе-хе Жи-жи-вы-жи-вы-фе А как он Хорош, чё? Пиццу, пиццу будешь, говорит Хе-хе Хе-хе-хе 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 Хе-хе 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 у меня пиво зовут пить его вредно у меня лотить киросу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так уже поздновато немножко Пойдет DimaTorzok Еще одна оранжевая тыква Если бы хотя бы на час, на два раньше я бы пошел Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как же долго обузить придется эти ружья все Я потерял след Я не хочу обузить их А че обузить? Стреляй да и все Я хочу Дальше стрелять Например, 243-ю Оооох Люблю ее А я 243-ю набузил одновременно с белохвостными Убил 250 с 243-й и одновременно 500 белохвостными Как тебе? Хорош Хорош Вот Чисто сердце Вообще больше ничего не задело лишнего Просто сердце и все Без задержки дыхания Ну что уже сбил Я только дыхание задерживаю и она берет и чешется И получается головой закрывает сердце легкие Такие вот они Дальше 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 Идем Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Не пусть. Поехали. Поехали. Мишка куда-то скрылся. Он не убежал, он меня не увидел. Они могут запах учуять еще. Сейчас по следу пойду его. О, с двухстволки в медведя. Неплохо. Блин, вот прошлой зимой, на Новый год по-моему, было соревнование в мультиплеере на медведей. Больше медведей настреляют? Кто круче медведя убьет? В смысле, в полете? Не. С глоткостволки просто убиваешь медведей и все. На них была бесплатная охота, но без лицензии, то есть даже тех, у кого лицензии не было, могли стрелять. Вот что-то никто там не охотился со мной. Нат coffin потянуть идти в мою воду. О, с другими надо было, надо смотреть. Что-то насело забы Forsвーいthingan и без давности с друзьями из нас. Как лицензия – у кого там? Нет. Последность Vai проходить и стрелять самое issue с более растимугой. Да,ь. Нат》 в иду по медведю но раз олень попался это бруто пропадать медведь то убежит наверно, да? ну да вообще они далеко не убегают я сегодня за ними ходил, выслеживал их они вообще далеко не бегают даже после выстрела, даже если в него выстрелил даже если попал и опять в хребет попал, короче не знаю, я в позвоночник вообще редко попадаю ну если специально не целюсь но я как-бы тоже не специально медведь может не слышал, он далеко ушел как далеко? слегка в говешке его я вижу ну метров 400-450 они разбегаются дальше нет а лоси могут даже если ты в упор к нему стрелял он может стоять дальше короче на лосей сам легко охотится а вот рузвельта они довольно пугливые сами по себе а медведь будет тебя постоянно на дистанции держать если там у тебя нету какой-то камуфляжа какого-то или устранителя запаха просто будет стабильно от тебя на дистанции держаться и все метров так 150-170 будет держаться в основном а там будет задание убить потом медведя менее чем с 20 метров я это задание выполнял, не знаю, месяца два, наверное пока просто так случайно не это получилось, что мы шли друг на встречу другу я один выстрелил и они побежали в мою сторону я быстро пистолет достал и подстрелил двух медведей и все они прям вот на меня в упор выбежали это недавно было кстати а до этого я вообще не представлял как я к медведю буду пробираться там у меня были попытки этого медведя убить но там было 22 метра 21 метр короче либо вес не совпадал там еще вес надо менее 100 килограмм блин я след его потерял вон он, ёпарасит это стреляй не ожидал я его увидеть честно скажу я медведя завалил я медведя завалил хе-хе-хе хорош я его нашел, че Мишка? 15,6 метров я стрелял в него 15,6 метров я стрелял в него ну ничосе и еще в мозг попал короче, знаешь так я попал в череп, мозг, шейный позвонок а ну чисто в голову попал а он за дерево спрятался короче а он за дерево спрятался короче и половину на меня смотрел типа давай я ладно говорю давай хе-хе-хе я вот еще одного крупного лося подстрелил вообще редко бывает что таких лосей встречаешь 150 килограмм Мишка был почти ты еще маленький, они до 290 килограмм бывают ну я его долго пас так то, я думал уже потерял его а он оказывается это все у речки тусовался что два лося за одно охота блин вот было бы у него еще по отростку вот здесь вот и вот здесь ну в принципе и так 22 отростка влася ну могло быть это что 22, 24, 26 отростков могло быть вообще не знаю такие бывают ну место для отростков еще было а колумбийский олень это что за олень? ну он как чернохвостый, только поменьше вот чернохвостый, белохвостый и колумбийский они почти одинаковые такого белохвостого рога другого типа немножко чернохвостый и колумбийский они вообще один в один только колумбийский меньше по весу намного меньше ну и цветом шкур они отличаются ну вот кого-нибудь бы еще найти почему не всегда показывают направление когда примерно животное пошло? если след был на воде то не показывает направление и если это был первый след говна тоже не показывает ну то есть до этого ты если следы не брал нашел сразу говно там не покажет направление лимон, он меня увидел короче олень, я просил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитрий 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 Вот я не знаю, за тыкву что-нибудь дадут или нет, а то какой смысл их собирать? Ну типа и от грибов смысла мало, просто он потом отображается, что ты нашел столько-то грибов, такого-то овеса и все. Такого какого-то нормального смысла вообще нет. Через Монок кто ко мне придет? Рузвельт придет? Я. Белохвостый или колумбийский? Могут прийти. Я тут в засаде посижу что ли? Что ты делаешь? Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я вот только с одного места вижу трех Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Здравствуйте DimaTorzok 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 Все белохвостые в разные стороны Добавил субтитры DimaTorzok 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 может попробовать их забрать всех медведь короче вижу лосиху 3 колумбийских самца черный медведь наверное медведи сейчас бахну 5 левил обнаружения медведя револьвера ну можно из револьвера в принципе я как раз хотел потестить как он на дистанции будет довольно далеко до него с одной пули так он и убойный 454 калибр когда его добавили вот этот револьвер с него можно было стрелять только по медведям когда его только добавили то есть это бурый медведь и черный медведь через некоторое время а по-моему еще в лося сразу можно было стрелять потом добавили что можно кабанов него стрелять было то есть это бурый медведь черный медведь кабан вепр и лось а теперь еще рузвельтов добавили туда же и благородных олей такой более юзабельный стал пистолет в принципе можно с него получается любых зверей стрелять от 200 килограмм весу хотя вепри маленький было килограмм 40-50 такие вепри маленькие свинки по идее а бывает килограмм двести там 50 наоборот лол лосих вообще никуда не убежала после выстрела хотя она была метрах 150 может и колумбийские носится он я не хочу да да вообще никто никуда не ушел был бы арбалет или лук собой было бы лучше конечно тут так если ты короче ваншотишь животное с арбалета или лука там с вероятностью 90 процентов если даже к нему в упор будет кто-то стоять он не убежит если ты его сразу убил моментально вот самка колумбийского беды где же ты как так все равно упадет но непонятно вообще только одно легкое задел что ли да одно легкое только зовет но обычно они падают сразу я хожу брожу никого не нахожу но моли гостом стреляет кого-то молчит и стреляет стреляет и молчит бухая white tail black tail вообще непонятно тут на русский перевели как вот на английском black tail до white tail дословно чернохвостый и белохвостый белохвостого так и перевели как белохвостый а чернохвостого перевели как колумбийского а который чернохвостый на русском это молдир да на английском звучит вообще непонятно и по идее вот эти олени рузвельта они считаются европейскими лосями а вот тот лось который обычный которому все привыкли когда говоришь лось и представляешься лося да это северо североамериканский лось считается далеко ушел я че-то кругами наворачиваю о еще один гриб ты по следам идешь или как ну я просто хожу ну могу и по следу пройтись например лося самца встречу след я пойду по следу или медвежий след тоже пойду по следу а за какими-то белохвостыми там колумбийскими я особо не хожу тем более они белохвостые в принципе не нужны я уже убил 500 штук меня за них больше ничего не дадут а так просто хожу вот шел шел белохвостую нашел позвонок перебил и легкое отстрелил лопатку отстрелил вообще оба легких вот что ли стрелял да вообще самое эффективное это стрелять сбоку чтобы прострелить оба легких самый эффективный выстрел ну там видишь можно не попасть нормально ну ты по-любому легкое заденешь хотя бывает что и не задеваешь вот чисто когда он то быть тебе жопой стоит во первых он меньше площади тебе для попадания ну или мордой стоит тоже меньше площадь попадания и жизненно важные органы закрыты в принципе те же самки там белохвостых да и самцы белохвостых колумбийских они сами по себе маленькие ладно там лось кибель стоит даже если лицом но он довольно большой по площади там сердце большое у лося легко стрелять а если медведь лицом к тебе стоит или кабан но медведь ладно там можно выстрелить и ты в принципе пробьешь у него голова маленькая у медведя но относительно тела по-любому можно как-то зацепить а если кабан стоит тебе мордой у него вот рожа такая широкая легкие закрывает получается если фронтам тесты и не всегда можно убить с одной пули но 300 это прошибет там просто стреляешь и по-любому все разорвет поменьше калибр там там уже надо постараться стрелять вот с той же 270 можно стрелять по кабанам да по випрям она вообще их практически брать не будет поэтому там надо точно стрелять короче зависит от калибра чем больше калибр тем меньше точность надо если ты будешь него с пушки стрелять тяжело просто расхерачиваешь и неважно куда ты попал так же тут чем больше калибр тем меньше точности надо вот например 9 и 3 на 62 винтовка есть считается самым крупным калибром здесь но она мне не нравится вообще то есть да у нее крупный калибр но у нее тупая пуля при этом и поражающий эффект не такой высокий ну и меткостью не поменьше 300 300 винтовка у нее калибр чуть меньше чуть меньше пуля получается но пуля сама по себе имеет острую форму и сама винтовка точно и вот это самая точная винтовка на метр их сотая там почти все рекорды по расстоянию которые делаются они делаются с трехсотой винтовки она точно у нее девятикратная оптика вполне достаточно будут но хотя вы будет как но но в в Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видео смотрел одно Субтитры сделал DimaTorzok 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 даже два таких видео было на ю тубе от разных типов чем медведь там стоит что ли точно медведь кстати взял я 5 левел на медведей только что теперь тоже могу очки вес определять осталось же найти 10 трекинга и все с медведем будет все хорошо у меня 9 помощи стрекинг а Не старайся как можно больше следов собирать, животных обнаруживай. Это очень скажется хорошо, ты по следам сможешь определять самка это или самец, но это на 10 это далеко, а так сможешь определять вес и время, когда он здесь был, это очень полезно, когда много следов там на одном месте. Коричневый медведь, самка. Оба легких на вылет 118 метров, почти 119, 101 килограмм. Маленький медведь, он сегодня двух неплохих застрелил. Медведей. Маленький медведь. Ха, сегодня видел эти фотографии такие, как раньше охотились, ну как очень давно, в 19 веке, охотились на крокодилов. Короче, брали у этих африканских племен маленьких детей, привязывали их к дереву возле водоема. И, короче, ждали пока крокодил вылезет на него, сидели в засаде и стреляли в него, короче. Жесть. Да. Ну, они же там колонии были, это Африка, там вся фигня. Уже они все вообще не считались за людей. Вот так вот раньше охотились. Конкретная приманка такая. Матай на УЗ. Да. Лангтал. Опять по телефону. Что вообще АФК стоит на месте? Я вернулся. Мы только тебя вспоминали. И ты не слышал, да, как на крокодилов охотились? Крокодилов? Вы? Да. Не-не. В девятнадцатом веке на крокодилов как охотились. А, нет, не слышал, я вот только подошел. В африканских племенах, короче, брали ребенка маленького. Ну, совсем маленького. Там годик, так примерно. Привязывали его к дереву возле водоема. И ждали пока крокодил вылезет на этого ребенка. И стреляли потом. А если он сожрет его? Ну, сожрет и сожрет, ну и ладно. Это невеликая потеря. Тупые африканцы или кто? Африканцы. Африканцы. Вот сегодня вот такие картинки смотрел. Ну а чё, это эффективно же? Типа какое-то животное привязывать, это надо сначала животное поймать. Оно там вдруг убежит ещё, а ребёнок точно уже не убежит. Надо взрослых так же будем охотиться, короче. Гену привязываем. И вперёд. На волков будем охотиться так, а? Да, неплохо. Хотя бы на барсука сходить и то было бы прикольно. Да. Мы как-то гнали его. Барсука? Не догнали только. Он успел в нору свою забежать. Ну а мы вообще не за этим ехали там. Криго. Потом мы дырку закрыли, чтоб потом вернуться. Ага. Ну я потом не возвращался, они сами может вернулись, скажу. Я сказал, нет, как раз у меня там что-то с рукой было сидело. На лося бы сходить или на кабанчика. А у нас приезжают с Павлодара там. Что-то куда-то. Ну приезжали, когда я жил в деревне. А, ещё видел. Сегодня видос такой. Как с лука охотились на лося. Стоит вот этот охотник метров десяти от лося. Ну лук натянул, всё стоит, ждёт целиться. Выстрелил. Не убил лося. И лось как, попёр на него, короче. И всё, на этом всё обрывается. Чем кончилось. Да, да, да. О, огрёб, наверное. А там лось такой, знаешь, он конкретный. Он ведь и машину может так-то делать. Килограмм такой, не знаю, на 500 точно был там лось. Потому что огромные рога такие были. И сам по себе здоровые. А чё он со стрелой? Даже если ты ему в лёгкое попал. Чё ему будет-то? Ещё минут 20-25 он спокойно ещё всех будет наматывать. Он всех раскирачивает, всех охотников. Ну не говори. И потом только сдохнет. Помню, рассказывали, как, наверное, за ним гнались. В машине или чё? Не помню, на чём, короче. Гнались, 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 короче. Говорит, раз лось остановился, говорит, повернулся, побежал на них и перевернул их. И ушёл. Всё нормально. Ну они там волков настреляли, но у этого лося не получилось. То есть оказался крепким. О, колумбийский. Колумбийский, ачивку кто-то получает уровней. Да. Вот сейчас ты какой, пятый? За Медведя шестой, за трёхсотую седьмой, за колумбийского восьмой, за Рузвельта девятый. Это минимум уже. Минимум девятый уже. Да. Плюс там столько-то километров прошло, столько-то часов поиграл. Блин, иду за медведем. За самцом, ну блин. Медленно иду, чтобы не спугнуть. Но уже несколько раз спугнул. Что-то мне скучно стало. Надо что-то с прицелом взять что-ли? Временно. Возьми. А что у тебя есть из оружия? Тридцать-нот-шесть? Да. И дульно-зарядно? Только с прицелами, да? Бери тридцать-нот-шесть. Скоро я фуллпап, может, куплю. Может быть, конечно же. Может и не буду. Ну, не скоро, а как это скоро? Потом, сначала, там, на три месяца ещё надо продлить. Ну, понятно. Годовую я, наверное, может быть, когда-нибудь пока нет. Блин, как же плохо Мишка от меня стоит. А если я мой отсюда? Хер. Ого! Там был олень Рузвельта. Да я двоих подстрелил тут. Они рядом были. Вот сейчас вот. Стой, Мишка. Ой, он уже бежит. Почему он бежит? Ну, очень ты потом бежит. А, 60 метров расстояние уж. Да, блин, ещё вон, бинокль нужен тут. Короче, столько всего надо ещё. Проклятый The Hunter, да? Блин, лап упал. Тот вон, играешь, ничего не донатишь. Спокойно. А, нет, всё. Или в Hearthstone тот же. О, в Hearthstone можно столько задонатить. Можно, да. Да. 66 рублей одна эта колода стоит. Пять карт 66 рублей. Типа, знаю, всю зарплату отдам. Да. А арена сколько стоит? Зарплата у него сколько? Арена? 150 что стоит? А, деньгами? Не знаю. Да, да. Стоящими не знаю. 150 голды то я знаю. Ты не оторенил пять? А, я же тебе рассказывал. Да, да. А я завтра может поореню. Я завтра не буду, наверное. Я быстро, если смогу, куплю. И смогу, ну, всё поделаешь. Ну, считай, я сегодня задание выполнил на 40. Завтра, если вот одну победу одержу, это ещё 50. Если ещё потом две, это ещё 60. Вот этого бы медведя до с трёхсотой винтовки. Ладно. А мне ещё надо утром сегодня играть. Сегодня ночью, может, попробую. Этот днём какие-то задроты проклятые. Или мне не повезло просто. А мне, наоборот, утром всех раскатал, как детей. На своём, этом, шамане. Ага. Потом я начну друиды. Ну, друиды тоже сейчас не... И самые такие. Самый такой охотник всегда. Всегда охотник, всегда разбойник. И всегда чернокнижник. Они впереди. В первой тройке. Витюша в доту зашёл. Но охотник это, да. Охотнику там. Да, я в своё время играл тоже охотник. Вообще легко. Магом я люблю играть. Ну, вот порезали, что конюкая. О, не говори. Вот это, конечно, обида. Вот сейчас карты нечем брать охотнику. Вообще нечем. Сейчас всяких этих придумывает. Этих гоблина, вот этого. Аукциониста? Да, там. Или не гоблин. Кто это там такой ходит? 4-4? Из-за спеллмана? Нет, это 2-1 который. Гном или кто он? Гном, да? А, да. Или про гном? Гном. Гном, что-то там. А, собиратель сокровищ. Да, да. Вот. Это не гном, да. Собиратель сокровищ. Вот он. Вот там брали. Сегодня я даже видел. А, это я на арене видел всё это. Конюком сегодня видел, типа. На арене. Я его победил. Конюк вообще не котируется теперь. Теперь, да. За 5 маны он теперь какой-то дурацкий. Вот ты мне блиру, а теперь опять, блин. Ливом в своём отрасли. Так. Ой, енот близко 800 метров. Это и ты на том берегу. Да. А на том берегу. А у меня медведь был недалеко. Прям вообще недалеко. И. Я его кучку нашёл. Я не топил на хвост. Коричневую тыкву нашёл. Если чё, это тыкву что-то дадут хоть в конце или это так? Ой, не знаю. Не могу сказать. Понятно. Какие-то... Я так и не нашёл никакой информации про тыквы. Я про прошлый этот-то толком не нашёл. Ну и видел я этих медведев. И чё они дают? Не пишут, что они дают. Ну убил медведя, молодец. Просто медведь, да. Фиолетовый или какой он там, не помню. Вот синенький какой-то такой непонятный. Ну а в этом году такой же заяц. Только у него синяки под глазами ещё. Синяки под глазами? Тот же медведь, наверное, ему. Да, наверное. И всё. Из этих, да? Ну и то, чтобы получить это задание последнее на зайца, надо убить пять уток. Ау, для меня пять уток нереально. Ну это надо где-то двадцатку баксов закинуть, чтобы на уток охотиться. Я не готов столько отдать за руку. Да хер надо. Ради уток. Каких-то. Да надо купить минимум двенадцать чучел на уток и за ситку. Мы плюс два манка. Ладно, я пойду к киноту. Перетолк. Никого не нахожу. А у меня вот мишка на прицельной, только я не вижу. Это голова что ли? Только рыжики нашёл. А лисичка? Ну-ка, ну-ка, мишка. Ну-ка, ну-ка, мишка. А вот свет нашёл. Вот тут колумбийский, ну-ка, крыса бегает. А я десять патронов расстрелял. Да, говори. А я уже шестнадцать расстрелял. Двух медведя потратил, каждого по четыре патрона потратил. На двух. Не, ну с гладкостволки, да, из дистанции, это понятно. Да, ходят, стоят где, я не знаю где. Стояли бы метр двадцать. А ты одностволку дообузил, да? Нет, не дообузил я её. Я помню, вообще мой самый первый ствол, который я до конца догнал. Нет, я же там 30.06 купил и всё, я же перешёл потом. А-а-а, да-да-да. Не, ну вот это одностволка? Шикарное вещество. Да, у тебя один выстрел, но она довольно меткая. О! И дешёвая. Даже если за ЕМ и покупать всего 300. А, ну мы-то за ЕМ и купили. Да, ну тогда она стоила семь двести пятьдесят или что-то такое. Да? Да, она семь тысяч стоила. С чем-то. Это сейчас... Вы задорого купили, да? Да. Ну мы её купили, ну я лично её купил на следующий день, по-моему. Как она вышла, на следующий день я её купил. Так мы тогда уже у нас было же нормальное задание. Да. Это было тогда нормально. Я ему шею отстрелил. Шейный позвонок 2 и 3. Шейный позвонок? Шейный позвонок? 100 килограмм 100 грамм. Самец. Швейный позвонок 2 и 3. Шейный. А где наш швейный? Он что-то сдувает? Всё он. Всё. Бать пошёл, да? Наверное. Не поверил меня больше. А, кстати, уже 23.14 и меня в 20.20 не дропнуло. Потому что тебя в 20.20 дропнуло, да? Или дропнуло? А в 22.20 не дропнуло. А, ну да. А может мне приходить домой? Ребутить роутер? И меня не будет дропать? Может быть. У меня из Wi-Fi иногда роутер мудит. Ну, у меня тоже включен. Я его не использую, но включен. Кто-то метку поставил. Услышал? Колумбийского кто-то? Да. Я что, прямо в него поставил? Нет, был недалеко. Как метку-то ставить? На карте левой кнопкой нажимаешь. Ну, ещё дальномер позволяет ставить метки на карте. Как же я хочу этот... Да, вот я с собой таскаю дальномер только из-за того, что можно ставить метки. Всё. Как же я хочу бинокль или дальномер? 700 евро. А вот я тоже хочу, блин. Он дорого стоит. Где для 700 евро? Скидку ждать и купить за 350-го. Какой-нибудь скидки, ты че? Ну, были же скидки, вон. Ну, были такие, да. На дальномер. А именно на вот эту что-то сомневаюсь. Ну, да. Потому что это средства все сразу купят, прикинь? Да. И они получат... А их и так-то покупают. А и получат по 3,5 баксов с каждого. Да, они... Если так их покупает, допустим, там человек тысяча, да? Ну, примерно, говорю. Да, да. А так купят, пускай, 5-6 тысяч. Ну, так все купят, да. Ну, они хитрые, видишь? Они хотят, чтоб задорого покупали все. Ну, блин, я потом куплю. Нет, ну это действительно очень удобно. Ну, пока у меня не будет рюкзака, я таких всяких плюшек не буду много покупать. Это столько места надо. А рюкзак два раза больше места дает. Кстати, енот, вот тебе еще информация. Блин, два раза его купить. Рюкзак пятерку ставит. А, ради рюкзака... А, он же... Ты же на полгода купил? А, ты на год купил. Ой, на год, говорю. На три месяца. На три месяца купил он, да. Да, на полгода дает рюкзак. На год, на полгода. Ой, я слышу, как вы стреляете. Ух ты, я слышу. А че, мы все рядом уже? Да. 500 метров. 700... А, 371. А, лосихе, пофигу вообще. Она как ходила, так и ходит. Эй, лосиха. Эй, куда ты убежал-то? Эй, куда ты убежал-то? Эй, куда ты убежал-то? Эй, этот меня как-то... У... ой-ой-ой кто это тут у нас кто это а чё в дочке интересно не не сделали опять хвоем раненый бежит вольва типа предупредили же ну да да ну все равно ну все равно будут долбить их будут долбить вольву в этом году думаю они не будут но я надеюсь на новый год то будет что-нибудь на следующий год сделают что-то крутое что забудем что в этом году не было следующий год нам это блять я запишу и да да ахер надо блять я запишу чтобы не забыть что в этом году тебе это получается надо ждать два года одного хэллоуина да да они типа папу сделали давай типа это забили на себя это они не очень-то и карту сделали на патчем работали долго он это бухать и и забухали ухты блин куда он делся я же его ранило тут и все тут и по следам что я в него никуда нормально не попал блин не опись надо делать на работе все завтра точно буду делать сто процентов точно точно а завтра четверг уже да да блять а понедельник же делать третья неделя кончается да просто пойдешь по этим кабинетом они начнут у меня то не работает у меня это не работает а пока сидишь тихо они молчат скажи потом потом буду смотреть час я делаю опись ну потом придется идти через неделю пойдешь ну охрана или поздно ты все равно придется а так я не знаю все и ничего не говорил как сегодня ко мне приходят без двух минут 11 а у нас сейчас будет этот онлайн урок нам надо чтобы подключить а вообще пришли так спонтом и где типа у нас будет онлайн урок игры какой такой но типа вот в 11 часов я горяча сколько время без двух минут игры не знаю где никто ничего не сказал потом пошел подключать никогда в этот кабинет не заходил никогда у меня там никаких я думал там все работать нормально там блять все все еле шевелится пока комп этот рубил пока он там загрузился говно какой-то на корее я не знаю где они нашли это говно еще она делает там то ли на корейском то ли на китайском какими-то иероглифами нахерачена вообще непонятно чё эта программа делает и чё она от меня спрашивает каким-то хером я ее смог закрыть она через диспетчер не закрывается говорит нет доступа все ты не можешь завершить тупо процесс короче надо закрыть чтобы закрыть надо найти где там выход а потом еще подтверждение на это а если там одни иероглифы ты просто сидишь втыкаешь 5 что же там написано сейчас нажмешь чем-то не том как взорвется у тебя плеть я даже не знаю что эта программа делает в принципе что-то не иероглифы переводить вообще ламы но каким-то хером я ее закрыл там еще какое-то говно по открывалась пока это все закрыл пока яву скачал пока установил пока сейчас это восьмая ява в ней нельзя как раньше было там было security settings то есть настройки безопасности там были высокий средний и низкий короче теперь они убрали вот эту самую нижнюю планку и все ее нет теперь надо сайты которые ты хочешь дать доступ писать руками ой 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 вообще близко ко мне пока ты руками написал пока туда-сюда пока это скачал блять там уже 20 минут 12 ну ничего включился хорошо они попозже еще начали этот урок до интересные все такие но и где у нас урок типа блять какой урок первый раз выше обычно когда вот у них урок приходит телефонограмма которая написана допустим в 11 часов будет онлайн урок но это приходит за два часа то в девять утра придет и обычно ко мне вот кому это приходит это обычно адресовано там либо по носитого по русскому там по английскому по математике то этим преподавателям приходит на их и они ко мне приходят и говорят так и так и так у нас будет урок подключить а вот тут пришли блять кто такие я вас не звал я иду помешать или кида стилить хотя мне будет сложно со стереть но я попытаюсь но мне такая же но текстурка это моя цена обрыва дохода два раза меньше и последний я просто иду гуляю я просто к тебе иду я к вам буду цвен ну все нормально и идем кино там мешать но в мою сторону никого не бегало никого не видел всех найдем зато тоже никого не улетит пусть всех нас пугают а ты мне еще не видел давно в шматках но как видел же ты видел да надо видеть на кепка от того куртка от того все остальное от армейского куртка это летний сет да он тут не знаю просто дали эту куртку когда я годовую купил у нее просто этот снижение обнаружения короче самое крутое но зато на не звук не режет не запах чисто визуальное обнаружение и только на летних картах такая же зимняя есть да 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 такая же осенья есть это все надо купить один сет купил это я вообще не собирался сет и покупать вот смотрите на него да глянем вот мы и встретились до сюда я прошел 7 километров 175 метров есть 454 так ладно я дальше пошел меня убийств тебя f3 можно нажать там все видно пять пять убийств и мы тебя убийств а и прежде до 7 5 это твой hunter score то уровень типа так куда жить типа я пойду туда там никого еще не было из нас да в принципе вот эти островки никто не смоет маленько вот три больших островка осталось но я убил я 9 убил всего лишь да это дали туда-сюда но у меня там и белохвостый есть штуки дня не один белохвостый один медведь мне надо 30 лосей убить и медведи у меня 3 до 3 медведя 1 из пистолета 1 там 1 там если не 4 все слышали да все пойдут убивать я не пойду мне не нужно я тоже не пойду пусть и нот убивает мне как бы нужен но не знаю я его найду вообще или нет найду почему нет он мне как-то не очень получается я с горки хорошо вычисляю я не знаю я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 я прошу не могу стрелять думаешь я достану ну по-любому просто подожди пока он умирается а я промахнулся и выстрели по моему промахнулся может это был не мой медведь тут белохвостый носится я не знаю но там был медведь а теперь я не знаю где зато белохвостый на меня побежал а потом от меня но медведь то тоже побежал но медведь тоже побежал я бегущего острова зря было подождать пока он остановится или замедлится я есть десятый левел трекинга на медведей отлично или чё ты можешь делать отличить самку от самца он медведь стреляй если можешь я не вижу никого куда побежал тут кровь я попал значит и в другом медведя стрелял я поставил метку где кровь кому интересно там попадение туловище попадание у бля вон он бежит ты видел сдох все он умер а вот тут где я недалеко от меня сейчас и метку на него поставлю блин реку перепрыгать я не могу реку перейти там не везде можно перейти посмотри по карте там свет а бля это у бля еще один медведь вот два медведя было я еще одного засел ну все этот мой а ты спалил на хвост за счет ликать оба кифра что-то он не помер но на метке медведь короче лежит это тоже далеко не уйдет кишки а еще часам и прикол когда на ходу целишься оружие не считает во все стороны а только вверх и вниз и вот сейчас на ходу с пистолета стрелял без задержки дыхания где он прям на метке ты еще не дошел до него а это гора лежит столь а вижу ты идешь по следам своего медведя нет я иду по следам твоего медведя а ну это да это а вон пози трубова лежит отчет ценность ценность очков 16 тысяч пятьсел тридцать шесть это 16 пятьсот тридцать шесть тысяч на 16 целых это очки считаются как трофей по трофеи круги наматывал до медведь вон дохлый это он живой давай делаем он живой да а у меня что-то нет убегала 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 у меня залагал медведь он убежал ты даже не засчитали тебе выстрел но я стрелял чисто в него но он у меня залагал и говорю он у меня стоит вот прям сейчас он стоит на месте эту его там вот и сейчас пойду рядом он умер подыми ты его не сможешь понять он залагал попробую по не там умер он там дальше умер а дальше вот он у меня пропала здесь он у меня вот тут прям стоял сейчас прибегу там там вот здесь я сюда стрелял ну да он там не стоял где-то или где-то тут короче медведи он он лежит видишь ну нет мест лет так вот впереди возле дерева я посмотрю он убегает он убегает да нет он сдох он опять меня залагал я не знаю куда стрелять он рычит блять я его не вижу он лагает помоги он все еще жив он убить тебя хочет я понял он сдох нет он рычит и пытается на тебя бежать он на тебя бежит я не вижу куда блять спасите спасите где он кажется он сдох он меня убил блять я не знаю поэтому то кто есть это которых это quien ござ но кто